Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня вы узнаете рецепт уникальнейшей омолаживающей маски. Маска, которая подходит для всех типов кожи, для любого возраста, оживляет, питает и очень хорошо восстанавливает поврежденную кожу, очень хорошо уплотняет в зимнее время. И рецепт этой маски очень простой, доступный всем, поэтому видео будет полезным, информативным. Устраивайтесь поудобнее и всем приятного просмотра! И, мои дорогие, приступим к приготовлению. Нам понадобится 1 столовая ложка дрожжей. Дрожжи очень часто применяются в домашнем уходе за кожей лица. Дрожжи хорошо уплотняют кожу и одновременно очень хорошо увлажняют. Дрожжи в масках эффективно успокаивают кожу. Если у вас есть легкое воспаление, то именно дрожжевые маски хорошо устраняют и подобную проблему. Добавляю 1 столовую ложку дрожжей. Маска готовится очень быстро, поэтому соблюдайте, пожалуйста, порядок приготовления. И я уверена, что масочка у вас это получится. Дрожжи растворяем 2 столовыми ложками теплой воды. Если у вас очень сухая кожа, то можно взять теплое молоко, либо теплые сливки. У меня кожа жирная, с расширенными порами. И я делаю именно маску для кожи такого типа. Но одновременно всегда добавляю в своем рассказе те нюансы, которые вы можете применить именно и к своему типу кожи. Следующим очень важным ингредиентом для приготовления этой маски это оливковое масло. Оливковое масло можно использовать как холодного отжима, обязательно хорошего качества. Можно также оливковое масло заменить и любым косметическим маслом. Идеально подходит миндальное масло, масло виноградных косточек, масло персика. Очень хорошо подходят для приготовления вот конкретно этой маски. Я добавляю 1 столовую ложку оливкового масла. Да, можно также заменить оливковое масло и обычным подсолнечным. Если у вас под рукой нет того, чего я перечислила, вполне эта маска хорошо получится и с обычным подсолнечным маслом. Если у вас дрожжи не быстрые, вот как у меня они быстро расходятся, они быстро поднимаются, то нужно дать некоторое время. Если у вас дрожжи плохо растворяются, то нужно дать некоторое время, чтобы дрожжи очень хорошо растворились. И приготовление маски в момент нанесения тоже было более комфортным. И в эту маску я добавляю 1 столовую ложку сметаны. Сметана дает очень хороший питательный эффект и также очень хорошо увлажняет кожу, очень хорошо питает кожу и подходит также для проблемы, если у вас есть легкая пигментация. Лучше всего сметану взять высокой жирности, чтобы она была жирная и использовать в приготовлении домашних масок. Теперь нужно все очень хорошо перемешать. Когда готовите маски, ни в коем случае не торопитесь, потому что именно от правильности приготовления, от тщательности перемешивания компонентов зависит и результат. Если вы все правильно сделали, если вы не торопились и соблюдали именно пропорции, которые я вам предлагаю в домашнем уходе, то уверена масочка у вас это тоже получится. Маска очень эффективно питает кожу в зимнее время. В момент перепада температур, если вы пришли с холода и ваша кожа покраснела и вы чувствуете легкое шелушение кожи, то обязательно прибегайте к помощи вот этой маски. Лучше всего эту масочку делать в дневное время, когда вы не планируете в дальнейшем выход на улицу. И также эта маска подходит для ухода за кожей лица в бане, в сауне, на разогретую кожу. Те питательные компоненты будут более эффективно проникать, соответственно и результат вы увидите сразу. Наносить эту маску на очищенную кожу лица 1-2 раза в неделю. Держать эту маску можно в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и той порции, которую мы сегодня с вами сделали, достаточно для применения как раз 2 раз в неделю. Нанести по кожным массажным линиям, держать эту масочку не менее 20 минут. После истечения этого времени маску смыть сначала теплой водой, затем ополоснуть кожу лица прохладной водой. И нанести легкий увлажняющий или питательный крем. Маска эффект свой даст моментально, вы увидите его сразу. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. И я надеюсь, что вы как всегда с пользой удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана, всем всего хорошего, пока-пока!